Круг функциональных обязанностей сотрудников военных комиссариатов нашей страны довольно широк. Именно они обеспечивают отбор и организацию призыва граждан на службу вооруженной силы, постановку на учет военнослужащих запаса и специальной техники, решают ряд социально значимых задач. А потому работники этой структуры достойны высочайших похвал за успехи в службе не только в свой профессиональный праздник, но и в ходе торжественного мероприятия заслуги в деле военно-патриотического воспитания молодого поколения и развитие идеи защиты Отечества были отмечены особо. Сегодня военные комиссариаты – это органы управления, которые организуют связь между вооруженными силами и местными исполнителями органами власти. Ежегодно мы отправляем на воинскую службу до 3000 призывников. В этом году по плану будет до 2000 весенний период и еще точно такой же период во втором полугодии осенью будет. Это скрупулезная работа, которая учитывает учет призывных военнообязанных ресурсов как вооруженных сил, так и в целом в Республике Беларусь, а также повышение боево-муляционной готовности нашей страны. Свою работу нужно любить, а я защищаю свою страну. Поздравить сотрудников Брестских военных комиссариатов пришли в этот день и школьники. Несмотря на свой юный возраст, Алеша Романюк точно знает, кем хочет стать, когда вырастет. Без единого грамма сомнения он отвечает – воены. И это неудивительно. Его отец и залжись со службой в армии. А как известно, родители всегда пример для своих детей. Я посмотрел фильм «Брестская крепость» и захотел стать военным. Сегодня я буду выступать и петь песню «Буду военным». Еще мой папа военным был. Каким должен быть настоящий военный? Что он должен быть смелым, ничего не бояться, сильным, мужественным. А ты такой? Да. Спектр задач, которые стоят перед сотрудниками военных комиссариатов, обширен. Среди них нет второстепенных. Будь это работа с бумагами или налаживание контакта с призывниками. Справляться со своими должностными обязанностями должен каждый военный комиссариат. Ведь от их работы зависят отношения будущего солдата к службе и имидж армии в целом. Субтитры создавал DimaTorzok